Здравствуйте, друзья! Это Тест ТВ о гаджетах и технологиях на канале Теледом. Я Андрей Соловьев, и говорим мы, как обычно, об этих самых гаджетах и технологиях. В среду в 20-30 в течение получаса мы в прямом эфире. У вас есть возможность задавать нам вопросы, писать, звонить. Телефон, скайп, электронная почта в вашем распоряжении. И сегодня у нас будет достаточно интересный гость, он уже со мной здесь в студии, и сейчас я сначала объясню, как будет строиться наша программа. Вопреки такой уже сложившейся традиции, когда мы начинали с новостей и ответов на вопросы, а потом переходили к гостю, мы решили, что гости у нас всегда интересные, и как-то не хочется их резать по времени, поэтому мы решили поменять местами первую и вторую часть. И начнем мы как раз-таки с гостя, который сейчас находится рядом со мной, и я бы хотел его представить. Гостя зовут Владимир Статут. 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 Прошу прощения, я очень долго тренировался. Значит, директор компании Neuromatics. Володя, значит, хотел бы спросить и, соответственно, дать комментарий для наших зрителей, что такое Neuromatics и что вообще такое нейроинтерфейс, потому что вы занимаетесь нейроинтерфейсами, правильно я теперь вы говорил? Да, абсолютно. Отлично. Тебе удалось, я понимаю, что слово такое сложное произносимое, тем более оно не совсем еще известное, в особенности на российском рынке, и задача нашей компании Neuromatics как раз состоит в том, чтобы донести все мировые самые интересные нейрогаджеты потребительского класса и нейроинтерфейсы до российского потребителя. То есть компания Neuromatics эксклюзивно представляет на российском рынке такие компании, как Neuroscime, Accratelect, Interaction, ну и еще ряд некоторых. Володя, нейро – это как бы нервная система, да? То есть это, грубо говоря, управляемые мыслью приборы. Так я понимаю, если совсем вот на уровень примитива? Если совсем, да, но здесь правильнее будет сказать, что нейроинтерфейс – это то устройство, которое может получать мозговые волны, то есть биоэлектрические сигналы от головного мозга, что для нас, как потребителей, важно, чтобы это происходило снаружи. Подумал, что-то произошло. Да, но если мы к этому вернемся, это немножко будущее, да? То есть на самом деле и что-то дальше с этими сигналами делать. То есть мы получили информацию от головного мозга, мы ее можем как-то интерпретировать. И вот нейроинтерфейс – это то устройство, которое нам позволяет эту информацию получать. Сама технология, она, если посмотреть в корень, она появилась, можно так, натянута сказать достаточно давно, обычно принято называть 1924 год. Да ладно? Я думал, что это только с компьютером появилось. Нет, здесь, я же сказал, сказать натянута, потому что в 1924 году австрийский профессор Гансбергер, он первым стал снимать электроэнцефалографический сигнал, вот этот электрический сигнал мозгового человека, снаружи черепной коробки, уже не проникая в нее. И с этого момента принято считать, как бы, имеет начало. Можно сказать, что да, можно сказать, что в грубой форме, в какой-то, в медицинских целях появился нейроинтерфейс, то есть возможность получения осмысленной информации от головного мозга человека. Гансбергер, кстати, выявил и первый диапазон в спектре, альфа-ритм, его до сих пор называют ритмом Бергера. Ну, извините меня, занесло. Ничего страшного. А все-таки, значит, что это такое? Вот я вижу здесь какие-то вот у нас на столе разложенные штуки. Можно подробнее? Значит, ну, вот такая вот, как ты выразился, штука футуристического вида. Это как раз съемник мозговых волн. Да, нейроинтерфейс потребительского класса, разработки компании нейроскай американской, которая, в принципе, первая вышла на мировой рынок с доступным по цене и способным войти в каждый дом нейроинтерфейсом. Поэтому их можно сказать, это Александр Белл от нейроинтерфейса. Понятно. Одевается это на голову, и, соответственно, ты начинаешь что-то думать, и это что-то превращается куда-то. Да. Ну, поясню, что что-то думать – это далекое будущее, но есть человек, он может испытывать определенные психоэмоциональные состояния. Так. И некоторые из них мы можем контролировать, то есть вызывать искусственно. Например, нам не составляет большого труда расслабиться, да, то есть вызвать у себя альфа-ритм. Когда как? Ну, как сказать. Ну, по сравнению с другими, например, спонтанно испытать радость – это гораздо сложнее для раздражения. А вот для того, чтобы расслабиться, закрыть глаза, глубоко подышать, представить отпуск, пляж – все замечательно. Вы достигли альфа-ритма, его можно зафиксировать, то есть общая частота сигнала, она ниже смещена, там, 8-9 Гц. Мы понимаем, человек расслабился. На это назначаем какую-то команду, да. Затем человек концентрируется. Причем неважно, он может концентрироваться, вот как в данном случае, там, на полете вертолета, на математической задаче, на каких-то вопросах. Мы понимаем, частота выросла, воспринимаем это как команду. То есть правильно ли я понимаю, что можно разграничить какие-то управляющие воздействия и назначить какие-то действия на вот то, что ты думаешь? Расслабился – происходит что-то одно, сконцентрировался – происходит что-то другое. Да, можно, но это, скажем, в большей степени все-таки побочный эффект. То есть если мы будем говорить об управлении, это будущее. Если тебе будет интересно, я на некоторые вопросы отвечу. Давай, да. А вот все-таки по поводу вертолета. Можно чуть подробнее, значит, как это все работает в двух словах? В двух словах очень просто. То есть я еще раз оговорюсь для твоих зрителей, наших зрителей, что вертолет, в первую очередь, это незаконченная все-таки игрушка, одел и полетел во все стороны. Это именно ментальный тренажер, который позволяет тебе с помощью такой физической обратной связи… Демонстрация технологии, по факту. Демонстрация технологии, вызвать у тебя возможность работы с обратной связью. То есть ты тренируешься поддерживать концентрацию. Ты концентрируешься, вертолет взлетел. Ты расслабился, опускается. И твоя задача многократными тренингами заставить вертолет флотировать, то есть летать на каких-то разумных высотах. А что это дает человеку? Вот возможность управляемо концентрироваться, расслабляться? Ну, я могу прозвучать… Ну да, нейропластичность – это очень важно. Ну, могу прозвучать пафосно. Можно сказать, концентрация – это фундамент любой умственной деятельности. То есть, предположим… Лучше думать начинаешь. Да, лучше… Эффективнее. Так, ага. То есть мы получаем на работе задачу. Нужно срочно сделать отчет начальнику, да? Так. Ну, курим, пьем кофе, думаем, когда же к этому приступить. Делаем пять минут, откладываем – это неправильно. Человек должен сконцентрироваться, выполнить задачу… А потом пить кофе и все остальное. А потом расслабиться. Опять же, кофе пить необязательно, достаточно вызвать, как я сказал, у себя альфа-ритм и так далее. То есть мы даем возможность альфа-пластичности… Ой, альфа-пластичности, извини, нейропластичности. Это и есть брейн-фитнес. Я могу попробовать сейчас вызвать альфа-ритм с помощью твоей штуки? Ну да, ну давай более высокий ритм, то есть управляющий. Твоя задача, чтобы вертолет взлетел. Я понял, слово альфа-любимое. Да, слово альфа-любимое. Я тебе включил уже, осталось только один. Хорошо, значит, мы немножечко порепетировали перед тем, как это произойдет. Значит, что я должен сделать? Значит, одеваем лобный датчик. Правильно я сделал. Чуть-чуть пониже лобный датчик, он должен находиться непосредственно над левым глазом. И теперь вот, отлично. И теперь нужно прицепить ушную клипсу. А, да-да-да-да, это индифферентный датчик, то есть нулевая точка, где нет биоэлектрической активности. Так, у меня тут гарнитуры в ухе, то есть я сейчас похож на киборга немножко. Но это наше будущее. Это наше будущее, понял. Так, теперь у меня есть вот такая вот программка установлена. Так. Если ее видно, значит, и сейчас мы включаем непосредственно питание на вертолете. Как у нас происходит взаимодействие? Давай так, вот последовательно. Значит, взаимодействие сначала... То, что делаю я. А мы даже... А ну куда? Значит, твой уровень концентрации снимается нейроинтерфейсом, передается... Мы привязали вертолю, чтобы он не улетел, помнишь, да? У тебя есть хвост, вторая часть? А я его тут прицепил. Все есть, да? Отлично. То есть если он захочет сбежать, мы его поймаем. Поймаем. Так. Вот, то есть твой мозг передает сигналы в форме мозговых волн нейроинтерфейсу, нейроинтерфейс интерпретирует их на базе встроенного чипа TIGAM. Этот чип понимает, ты сконцентрирован или не сконцентрирован, и подает уровень концентрации непосредственно в управляющую программу. Здесь можно для своего удобства, тренируясь, необходимый уровень концентрации для взлета вертолета установить в нужных пределах. Ну хорошо, сейчас я подключен уже к системе? Сейчас я нажму коннект, и подключение начнется. Вот я жму коннект, значит... У меня начинать уже концентрироваться? Ну, начинать концентрироваться никогда. Понял, хорошо. Все, вот сейчас твоя задача, вот уровень концентрации должен повыситься выше отметки. Оп, отлично. Я ловлю вертолет. Лови, лови, лови. Ловлю, ловлю. Лучше заняться. Расслабляйся. Расслабляйся. Ой, хорошо, расслабляйся. Отпуск, отпуск, море, больше, отлично. Концентрируйся. Концентрируйся. Математические примеры или вертолет лети. Любые пожелания. Не хватает, не хватает. Сильнее, сильнее. Ну, еще немножко. Еще немножко. Опа, все, удалось. Елки, круто-то как. А теперь отпуск, все. А теперь я все это выключаю, чтобы он куда-нибудь не улетел. Хочется сказать, это не я. И не можешь, да. Это ты. Это ты, это ты. Слушай, ну, вообще обалдеть. Главное, что я даже не знаю, с чем это сравнить. Я не пытался суммировать какие-то числа там или брать квадратные корни. Я просто максимально, так сказать, напрягался и пытался, ну, представить себя со стороны. То есть что-то такое. Ну, абсолютно правильно, потому что концентрация, по сути, о которой мы говорим, это и есть метод измерения умственного усилия. То есть ты концентрируешься на каком-то вопросе, думаешь сосредоточенно, у тебя частоты мозговых волн становятся более высокими. На самом деле, я просто поясняю, на самом деле есть определенные алгоритмы распознавания, отсеивания артефактов и так далее. Просто, я думаю, об этом говорить здесь будет не очень метод. Но сейчас это фактически только уровень превысил, взлетел, уровень опустился, вертолет приземлился. То есть сейчас это так на уровне да-нет, триггер такой, да? С одной стороны, да. С другой стороны, например, даже вот эта вот система, к ней есть свободно распространяемая для молодежно-студенческих коллективов программа в открытом доступе Brainstorms, с помощью которой, например, юные нейротехнологи, они могут управлять этим вертолетом и использовать его как контроллер для любого оборудования, предположим, для роботов или чего угодно. И вот эти системы команд пытаться создавать сами на основе получаемых от нейроинтерфейса мозговых волн и параметров концентрации медитации. То есть если человек достаточно умен, продвинут в этой области, вполне возможно, ему удастся сделать там четыре степени управления. Но здесь все зависит от тех состояний, которые человек может вызвать. Но это все надо тренировать надо. Конечно, это надо тренировать. И еще раз говорю, мы говорим сейчас все-таки о брейн-фитнесе. То есть это, если мы можем что-то визуализировать, мы можем это развивать и изменять. Если мы визуализируем уровень концентрации, уровень медитации, их степени, мы можем с ними работать. Вертолет это частность. Вопрос. А вот каждый ли человек может обучиться к таким вот, скажем, трюкам? То есть у каждого ли человека есть предрасположенность к такой вот мозговой активности? Или это просто по умолчанию нам дано, как, например, управление собственными конечностями? Да, это можно сказать так. Если мы берем людей здоровых, не имеющих психических отклонений, то это нам в принципе всем дано. Но бывают разные изначально генетически или воспитанием заложенные разные уровни нейропластичности. То есть исследования показали, что, например, хорошую нейропластичность, как ни странно, показывают, например, военные и работники тех сфер, где высокий уровень дисциплины. То есть они учатся вот такому самообладанию, самоконцентрации, и у них взаимодействие с такого рода устройствами проще, чем, предположим, человек, который занимается творческой работой. Творческая работа ему вот несколько сложнее. Где сейчас применяется, в каких отраслях? Вот, наверное, опять же, мы коснулись военных, наверное, военные в первую очередь должны быть заинтересованы на таких штуках. Да. Медицина может быть, да? Медицина здесь, вот в рамках той тематики, о которой мы с тобой говорим, медицину мы не трогаем. Не трогаем. Медицина – это отдельное направление. Там мы говорим о профессиональном электроэнцефилографическом и прочем биометрическом оборудовании. Это не наше. Мы говорим именно о нейрогаджетах потребительского класса. А вот, секунду, а управление протезом, скажем, вот у тебя искусственная рука. Есть такие системы, и более того, их много. Они работают на совершенно разных принципах. И для людей с ограниченными возможностями придумано очень много чего интересного. Например? Ну, например, тут же мы, кстати, немножко затронем и вопрос использования военных. В Соединенных Штатах ДАРПа проводит исследования в области нейроуправления разнообразными сложными устройствами. И есть несколько инвалидов, вот в частности одна женщина с ограниченными возможностями. Она управляет с помощью инвазивных, то есть вшитых в черепную коробку датчиков, кибернетической рукой, которая ее обслуживает. Рука отдельно, не ее рука? Нет, не ее рука, рука отдельно. На столе рука, условно, да? Да, ну, на кресле качалки, на столе. Она ее обслуживает, кормит, умывает. Офигеть, обалдеть просто. Да. И более того, она, недавно был проведен эксперимент, когда она управляла истребителем пятого поколения F-35, ну, на тренажере, конечно. Она его подняла, выполнила некую летную задачу и посадила. То есть... Не двигаясь? Не двигаясь, исключительно используя инвазивные датчики. Слушайте, ну, это вообще какая-то фантастика. То есть все это возможно, просто вопрос в том, что получать сигнал, там, скажем, от тех локализаций, как там нервные окончания при отсутствии руки, пока проще, да? Потому что я не хочу сейчас занимать огромное количество времени, углубляться в какие-то научные нюансы, какие существуют методики получения, там, либо потенциалов, либо прямых сигналов от таких-то и таких-то групп нейронов и так далее. То есть это сложная тематика. А вот DARPA, вот, они же всякие чудеса там творят. Нам показывают бегающих, там, роботов, собачек, там, каких-то еще штук. Наверняка у них там что-то с нейрооделами. Ну, вот, во-первых, да, то, что я сказал, взлететь на самолете, используя только силу мысли, причем не... А как еще применять? Наверняка, вот, копают глубже. Очень интересное решение. Я недавно как раз читал отчеты, что они там навытворяли, навнедряли. Мне понравилась для разведслужб система анализа данных на основе протокола Петриста. Ну, чтобы было понятно нашим зрителям. В двух словах, да. Да, в двух словах, что такое. Когда нам предъявляется из группы неких символов, внешне стимулирующий символ, у нас возникает ответная волновая реакция в мозге на интервале 300 миллисекунд. Ну, там, словно, увидел банан, хочу банан, так что ли? Ну, можно сказать так, сконцентрирован на банане, мне подсветили банан, у меня возникла волновая реакция, там, до 5 микровольт на интервале 300 миллисекунд. Так. Вот, и это происходит, естественно, раньше, чем я успеваю осознать происходящее. И датчик это фиксирует? Да, и у них сделан как? То есть, военный аналитик, он приучен, натренирован, извините слово, приучен. Приучен собак. Да, 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 он натренирован опознавать на снимках со спутника или беспилотника в признаки угрозы. И ему с колоссальной скоростью, с которой обычно человек не успевает это проанализировать, показывают снимки. И волна Петриста регистрирует эти снимки с огромной скоростью, и происходит как нажатие кнопки, они сортируются. А человек даже не успевает понять, что на них. То есть, он сразу понимает, он не понимает сам, а сортирует угрозы и не угрозы. Да, то есть, это звучит прям как киберпанк, что-то такое. То есть, мы не можем сделать пока мощный квантовый или нейроморфный компьютер, мы можем человека использовать. В преддверии выхода нового серии Терминатора, это особенно хорошо звучит так. Нас уже Скайнет поджидает, что ли? Ну, на самом деле, да. Потому что, опять же, мне вот среди знакомых небезвестен человек, который абсолютно реально рассматривает возможность отъять себе руку и вместо нее поставить кибернетическую. Потому что у нее сила сжатия 200 килограмм и есть сенсорик. Так что, по рамкам, в частности, того мероприятия, о котором я тебе говорил до эфира, Forsite Float 2015, то есть, в 35-м году нас ждут вот такие чудеса и киборги на улице. Вот по поводу 35-го года или там плюс-минус, вот что будет все-таки? Давай в двух словах. Если пофантазировать, будем ли мы управлять, не знаю, там, кофеваркой? Здесь, да. Немысленным импульсом. Хочу вот что-нибудь такого, капучинки хочу. Вопрос очень интересный, потому что, и он бесконечный. Потому что, честно говоря, мне сложно, как и любому другому человеку из этой области, представить тот вид человеческой деятельности, который в эти годы и позже не будет связан с нейроинтерфейсами. И вот раз мы затронулись, не возражаешь, я как раз скажу, что был инициирован на СИИ, НТИ, вот эта акция, Forsite Float 2015, когда более 700 специалистов научных России, руководителей крупных компаний, они были посажены на три корабля и пять дней плавали, пока бы не сгенерировали что-то очень интересное. Да, 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 очень интересное. И у нас было направление, в котором я работал нейронет, посвященное нейротехнологиям, его возглавлял Ивашенко Андрей Александрович, и вот там вот были рождены очень интересные проекты. В частности, вот то, что ты говоришь о будущем, начнем с того, что был рожден проект молодежного общества нейротехнологов. То есть, чтобы ребята, школьники, студенты уже работали с нейротехнологиями, потому что им жить в том мире, когда нейроинтерфейс будет банальной и разумной вещью, и они должны делать этот мир. Вот, и там же мы рисовали, соответственно, инициативы, дорожные карты, потому что это огромные потенциальные рынки для России, мировые, на которые мы хотим войти. И там было очень много придумано, то есть, в частности, была придумана контролируемая нейрозависимая реальность, да, в которой интерфейс... Мы могли управлять... Да, мы можем управлять объектами, именно не как инвалиды заменой органов, а дополнительными объектами. То есть, руки сложены на теле, соответственно, а ты там что-то... Ну, более того, руки сложены на теле, это можно и сейчас, а вот, чтобы я руками что-то делаю, ну, мечта геймера, добавить новых команд, руками что-то делаю, при этом перемещаюсь в виртуальной реальности или управляю объектами, вот это идет к этому. И плюс система не просто понимает команду, а еще интерпретирует твоей подсознательной мотивацией, вот как ты сказал, хочу кофе, а она понимает, что ты хочешь чуть-чуть сахар. Понял. Володь, прошу прощения, но время у нас просто заканчивается совсем уже совсем. Это, на самом деле, очень круто, мне кажется, что мало того, что я даже не ожидал то, что я сейчас услышал, а наши зрители так, наверное, и подавно не ожидали вот такого вот интересного, просто взрывного совершенно подачи материала. Спасибо тебе большое, напомню, что в гостях был генеральный директор компании Neuromatics, Владимир Статут, правильно? Отлично, да. Отлично, выговорил. Слушай, я желаю удачи, надеюсь, что все получится, и вот мы действительно увидим что-то такое реальное, кайфовое, и было бы классно, если бы это было российское. Ну, для этого мы и работаем. Да, для этого вы работаете. Хорошо, друзья мои, значит, прерываемся на буквально короткую рекламу, после этого продолжим. Друзья мои, возвращаемся в студию, в прямой эфир. Я по-прежнему Андрей Соловьев из проекта mobilemco.ru. Это ТСТВ о гаджетах и технологиях. Честно говоря, я под впечатлением до сих пор от возможности нейроинтерфейса. На самом деле, это очень круто, я даже сам не ожидал. Переходим быстренько к вашим вопросам и нашим ответам на эти вопросы. Начну с ответа, который прозвучал в прошлой программе. Нам дозвонился из Челябинска человек по имени Нургали и задал в скайпе вопрос про смартфон размером с кредитную карту. Значит, уважаемый Нургали, я специально прошерстил интернет. Значит, могу сказать, что все-таки о смартфоне речь не идет. Вот, значит, скорее всего речь идет именно о простейшем каком-то мобильном телефоне или просто гаджете, который имеет функции телефона как такового, но не имеет умных смартфонных функций. Просто потому, что туда в размер кредитки не засунуть ни экран, ни аккумулятор, ни управляющую электронику. Но достаточно интересная штука, которую я бы хотел вам сейчас рассказать и показать. На сайте Kickstarter, вот в процессе моих поисков, я обнаружил, что собираются средства на аппарат под названием Light Phone. Причем из необходимых 200 тысяч уже собрано за 10 дней 383, а значит, что вопрос уже, можно сказать, решен. Это такое устройство, просто телефончик размером с кредитку. Так вот, самая главная фишка заключается в том, что это только телефон и ничего больше. То есть, если ваш смартфон разрядился, можно поставить переадресацию и забрать с собой вот такую вот штуку в карман и просто поговорить, если вам будет кто-то звонить. Суть этой штуки именно неподключенность. Они прямо выводят это как фишку. Неподключенность – это антисмартфон, отрицающий любые подключения, любую умную носимую электронику в принципе. То есть, гаджет, который предлагает сделать шаг назад. То есть, устали от смартфонов, покупайте Light Phone. Вот такая смешная концепция, но не показать мне как-то… Я решил все-таки показать вам эту штуку, не показать не могу. Да, значит, в районе 100 долларов он будет стоить. Конечно, недешево для такой финтифлюшки, но, с другой стороны, фишка есть. Осенью вроде как начинаются продажи. Следующий вопрос. Алексей. Алексей у нас несколько раз пытался задать этот вопрос, и несколько раз я его игнорировал, но все-таки, Алексей, сейчас ваш звездный час, отвечаю. Чем отличаются G-Watch от G-Watch R помимо экрана? И когда iOS будет работать с Android Wear? Разделю на две части ответ на этот вопрос. G-Watch от G-Watch R отличаются помимо формы и размера экрана, то, что одни квадратные, другие круглые, тем, что там разный принцип матрицы. В одном случае это IPS-матрица, в другом OLED-матрица. То есть, они по-другому показывают картинку. В новой модели, ну, в смысле, как новая, она уже не новая. Watch R, это не Watch R, это другая штука, просто я... Watch R имеет датчик измерения пульса, то есть пульсометр, аккумулятор большей емкости и возможность подключения через Wi-Fi, которую скоро нам должны с какой-то новой прошивкой активировать. То есть, в принципе, это достаточно более, что ли, продвинутое устройство, ну, и, соответственно, он в магниевом корпусе, в отличие от пластикового G-Watch. А вот следующая модель, которая сейчас продается, актуальная G-Watch Urban, она отличается от R-ки только тем, что она в хромированном, светлом алюминиевом корпусе, с кожаным ремешком, такая более, что ли, пафосно-премиальная. А по большому счету, ничем от R-ки, от круглой, не отличается в принципе. Что касается того, когда... Как у нас там звучит? Когда iOS будет работать с Android Wear? Ох, боюсь, что никогда. Все-таки iOS — это Watch Apple, а Apple, наверное, никогда не пустит Android Wear на свою территорию, тем более, что сейчас у Apple появились собственные часики Watch, которые они будут активно развивать и продвигать. Поэтому тут, дай бог, чтобы iOS не закрыл, например, платформу Pebble и поддержку часов Pebble у себя. Ну, не хочется называть бедных владельцами айфонами, но, к сожалению, эти люди будут вынуждены пользоваться, похоже, только часами Apple. Ну и какими-то другими часами, пока Apple не прикрыл эту калитку. Но речь идет, точнее, слухи идут к тому, что, возможно, калитка эта прикроется, как только Watch станет настолько популярной и настолько самодостаточной, что будут удовлетворять все вопросы. Кстати, такие случаи уже бывали, когда Apple фактически закрывал некоторые технологии, которые мог сам удовлетворить внутри своих гаджетов с помощью собственных разработок. Так что не знаю. Вопрос от Мурата. Скажите, будут ли в вашем обзоре планшеты Nokia N1 и Xiaomi Mi Pad? Чем они интересны? Насчет обзора не знаю. Скажу быстро, что это такое. Значит, чтобы планшета и Nokia N1, кстати, это сделано просто бывшими выходцами из Nokia, и, соответственно, Xiaomi Mi Pad, это устройство очень похоже на iPad mini, имеющий экран с диагональю 7,9 дюйма с разрешением Retina, там, 248 на 1536. Чем они отличаются? Ну, в Nokia-вском планшете есть очень смешной и прикольный ланчер, который запускает приложение. Там достаточно просто на экране начертить первую букву приложения, например, не знаю, C, и он запускает камеру. Там какую-нибудь, ПП там запускает какую-нибудь программу и что-нибудь еще. То есть просто они декларируют более удобную оболочку. Что касается Xiaomi, то это, наверное, один из первых планшетов, который работает на чипсете NVIDIA Tegra K1. Это достаточно интересная штука с множеством вычислительных ядер. По крайней мере, больше я не слышал, чтобы кто-то это выпускал. Но сам по себе это просто планшеты и все. Ничего такого супер выдающегося у них нет. Надеюсь, что ответил. Время кончается, поэтому продолжу быстро, чтобы удовлетворить еще наших зрителей. Так, Артем Саидов. Когда будут презентации Sony Z4, Z4 Ultra и Z4 Compact? Ну, речь идет о смартфонах, смартпэдах. Значит, ситуация следующая. Sony Z4, наверное, в Европе и в Америке мы не увидим. По крайней мере, в том виде, в каком сейчас продается. Это устройство в Японии. Весной его показали в Японии, но только для внутреннего рынка. Европе и Америке досталось устройство, которое называется Sony Z3+. То есть, название устройства поменяло, а начинка практически такая же, как у Z4. Сейчас эта штука уже начала продаваться, вы можете пойти купить ее в магазине. То есть, Sony Z3+, это японский Z4. Отличается он принципиально только новым процессором Qualcomm 810, как бы на новой частоте, с новыми фишками, чуть-чуть измененным дизайном и чуть-чуть измененными некими фишками. По поводу Z4 Compact, Z4 Ultra, то есть, одно устройство чуть меньше по диагонали, другое чуть больше. Опять же, никакой конкретной информации нет, ходят только слухи о том, что это рано или поздно появится, но, скорее всего, так и будет. Просто, если провести аналогию, есть Z3 Compact, и, соответственно, есть серия Ultra, которая представляет из себя более крупное устройство. Скорее всего, будет, предположу, что не позднее, чем сентябрьская выставка IFA в Берлине, наверное, нам все это покажут. На IFA мы поедем снимать, как и обычные репортажи, и будем следить за развитием событий. Вот, наверное, ну не знаю, успеем. Скажите, мы успеем еще одну новость? Успеем, отлично. Раз уж мы говорили про антисмартфон, поговорим об антинаушниках. Точнее, о наушниках дополненной реальности, которые получат название Here. Это проект, который тоже собирает деньги на Kickstarter. Собрали 455 тысяч долларов из 200, которые просили. Что это такое? Давайте посмотрим видео. Классная штука. Команде проекта удалось воплотить в реальном устройстве концепцию настраиваемых наушников с активным шумоподавлением. Звук поступает в кодирующий чип, который обрабатывает сигнал, по специальному алгоритму воспроизводит таким образом, чтобы хозяин наушников слышал именно то, что он хочет слышать. То есть алгоритмы устройства позволяют не просто регулировать громкость, но и даже просто выключать и исключать из слуха конкретные звуки. Например, там плач ребенка, шум метро, гомон толпы. Все, что хотите. Управление функциями звука осуществляется при помощи приложения в смартфоне. То есть заходишь в метро, говоришь, слушайте, метро что-то меня достало. Нажимаешь кнопку, и метро ты не слышишь. Вот такая вот интересная штука. То есть это наушники дополненной реальности. По-моему, обалденная вещь. Поступают они в продажу к концу года. 179 долларов. И да, отдельно создатели подчеркивают, что это не гарнитура, чтобы слушать музыку, а это именно настраиваемый фильтр звуков внешнего мира, который позволяет отключить ваших соседей с перфоратором, и больше, чтобы они мозг вам не выносили. Включайте наушники, выбирайте частоту перфоратора и наслаждайтесь тишиной. По-моему, классная штука, классное завершение сегодняшней программы. Такое высокотехнологичное и достаточно интересное. На этом сегодня все. Как обычно, через неделю увидимся. В следующую среду в 20.30 подвигайте свои креслица к вашим телеприемникам и ждите. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok